И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен все тому же нашему любимейшему аккаунту от новобранца до легенды на Страйкере. Сегодня у нас уже пятая серия и как всегда по традиции с самого начала мы переходим в гаражик открывать наши контейнеры. На момент записи данного видоса предыдущая серия еще не вышла у нас, но уже как минимум третья имеется. Сегодня у нас уже пятая. У меня остается 18 контейнеров и более чем я уверен, если уж на этой серии на момент записи видоса уже у нас есть почти 200 лайкозавриков. Это значит, что сегодня я точно должен открыть все те имеющиеся контейнеры, которые у меня есть, дабы все лайки и все контейнеры были открыты. В дальнейших видосах, как только у меня будут появляться контейнеры, мы также самоработаем по той же самой схеме 10 лайков один контейнер, поэтому обязательно поддерживаем эту рубрику, если она вам нравится, мы будем открывать контейнеры. То количество, которое будет у меня дальше, да, понятное дело, что возможно будут такие моменты, что у меня контейнеры не будут накапливаться с такой бешеной скоростью, с которой вы будете прожимать лайки, тогда у нас будет просто, возможно, чуточку меньше контов при открытиях, но я надеюсь, что на каждой серии мы хотя бы какое-то определенное количество будем открывать. Возможно, у вас есть даже какая-нибудь альтернатива этому всему делу, но я бы, наверное, хотел бы все-таки, чтобы мы продолжали открывать контейнеры в начале каждой серии. Я думаю, что это, ну, такой хороший буст для аккаунта и по кристаллам, и, возможно, даже какие-нибудь дополнительные ништячки мне упадут, поэтому приступаем к открытию. Дальше я рассказываю, какие у нас планы на сегодняшний видос. Плюс в предыдущем видосе я говорил о том, что нам надо поднять второго варрента офицера, чтобы прокачать еще диктатор на МК-3, потому что я уже прокачал страйкер. Но, к сожалению, звание надо не второго варрента получать, а надо получать третьего варрента. Плюс у нас сегодня последний день премочки. Не последний день премочки! Понял, понял. Не последний день премочки. Окей, хорошо. Хорошо. Очень шикарно, что нам премка падает. Просто великолепно. Молот с лагерь падает. Вот если что-нибудь... 250 всех припасов очень достойно. Очень достойно. 50 батареек. Блин, вот видите, я как сказал. Может, так надо всегда говорить, что премочки последний день, и сразу премочка будет падать? Премочки последний день 10 дней бы не помешало бы. Не помешало бы 10 дней, потому что последний день премочки. Блин. Краска Мэри. Блин, Ягуар. Ну, почему краски? Там везде может падать премочка. Ну, ладно. 10 тысяч кристаллов сверху. И ластецкий. 125 повышенной ДДшки. Все. У меня контов не осталось. 100 тысяч крисов я приподнял. Плюс 3 дня према. Это значит, что мы на протяжении следующих 3 дней еще будем тоже фармить. Цели у нас такие на сегодня. Сегодня у нас задача выполнить все заданки. Выполнить главную заданку. Это недельную набить до 500 киллов. Мне надо 87. Чтобы уже завтра у нас появилось целых 2 новых недельных миссий. И плюс ко всему прочему, если мы выполним все эти ежедневные заданки, я менять опять же не буду, потому что вы видите, что здесь кристаллов очень мало дает. То будет очень круто, что мы даже завтра закончим еще одну недельную заданку. Но, к сожалению, не появится новая недельная. Недельные мы тоже будем контент открывать. Возможно, это также будет какой-то определенной альтернативой, если у меня не будет большого количества контов к следующему видосу. Ну, сколько я здесь смогу заработать. Столько я заработаю. Плюс еще у нас есть контейнер, который здесь будет всегда приходить. Поэтому пока что мы работаем в этом темпе. Ну и по вооружению, здесь сейчас посмотрим, что у меня с прокачкой. У меня брут еще 19 часов. То есть сегодня в этой серии мы брута прокачивать не будем. Но у меня уже есть сотик. И возможно, возможно, эту соточку в дальнейшем мы будем раскручивать на прокачку условного, например, страйкера. Я посмотрел одну очень интересную вещь. Это то, что если прокачивать вооружение без ускорений, то по сути вы будете платить такое же самое количество кристаллов, как и за следующую модификацию. Но только я уже смогу играть как бы, например, на меньшем звании, но уже с большой прокачкой. И в дальнейшем, когда, например, с МК-4 до МК-5 будет дистанция, большое количество званий, возможно, я решу прокачать за счет именно улучшений этого вооружения. И потом уже, когда я достигну того звания, просто за 0 кристаллов его возьму. Чтобы я, например, уже играл на этом временном отрезке на прокаченной пушке. Не на той пушке, которая там МК-3 условно, а она будет уже у нас, например, МК-4. То есть МК-3 10 прокачек. Надеюсь, вы смысл уловили. Но пока я этим заниматься не буду. Все-таки пока что еще звания поднимаются довольно просто. А вот когда мы уже дойдем там до условного лейтенанта-майора, там уже, возможно, я задумаюсь об этой вещи. Нужно будет только исключительно посмотреть на то, сколько надо времени ждать эти прокачки. Если там по времени не будет большого количества, то это очень выгодная тема, которой мы определенно займемся. Сегодня нам надо сыграть, постараться два боя. Я думаю, что за две ТДМ-ки мне удастся выполнить эти все заданочки. И как минимум сделать максимум. 50 килов надо здесь для заданки выполнить, нанести урона. Еще 200 тысяч. Единственное, что я забыл, это забрать кристаллы с магазина. Успели сейчас. Да, соточку я первую забрал. Кто-то, кстати, еще вторую не успел. Но мы заберем ее обязательно. В комментариях писали ребята о том, что с витрины, чтобы я покупал расходку. Я, наверное, не вижу никакого абсолютно смысла. Перепикнем катку, потому что мне не нравится эта карта. Плюс там звания большие. Нету смысла. Я не вижу никакого смысла приобретать расходку. Потому что у меня и так есть большое количество ее, с которое падает с контейнеров. И тратить на нее кристаллы, это абсолютно невыгодная вещь, которой я не вижу вообще никакого смысла заниматься. Поэтому те ребята, которые пишут, покупая расходку, будет все круче намного. Ну, я не согласен с этим. По 900 урона наносит уже с ддшки мой страйкер. Хотя, изначально он, например, наносил по 600 очки. Уже 900. Шикарный урон. Я думаю, что скоро мы уже дойдем до того момента, когда мой страйкер будет наносить по 1000 очки. Просто по 1000 очки за выстрел. К слову, каточку меня запикивает очень хорошую. Как раз таки вот в таких катках я и смогу набить большое количество киллов. Хантер смоки здесь какая-то катается. Также, друзья, не забывайте в видосах писать, какое у вас уже звание, потому что я знаю, что большое количество ребят прокачивается вместе со мной. И, возможно, также совсем скоро, а именно на этой неделе, мы сделаем стримчик на этом аккаунте. То есть, я думал, что у меня премочка закончится и все будет не так замечательно и круто. Но, вы видите, мне сегодня дропает моя замечательная премка. А это значит, что формилочка у нас продолжается. И уже до следующей серии мне нужно будет как-то заработать контейнеры. Потому что каждые 10 лайков это целый контейнер. Поэтому, поэтому я думаю, что следующий у нас будет не видос, а уже непосредственно стримчик. Так, Pepidon228. Давайте пробуем уничтожать здесь всех. Так, расходку я раздал тиммейту. Сейчас скоро еще будет, скорее всего, здесь падать дроповый овердрайв. И мы его тоже здесь законтролим. Как по мне, как я уже говорил в предыдущем видосе, Песок это просто идеальнейшая карта, на которой можно жестко зафармливать и киллы, и кристаллы, и все вместе. Поэтому здесь сегодня мы еще очень хорошечно заработаем. Моресик прожал специально овер, чтобы дать мне хпшки. За это, конечно же, я поделюсь с ним овердрайвом, чтобы он уже на фул расходочке здесь начал свой развал на вал. Так, ну и противничек АФК стоит, начинает падать овердрайв. И опять же шафт, опять же шафт. Это просто ужас. Эти шафты на этих званиях, это просто что-то с чем-то. Я уже потиху даже начинаю триггерить с того, что шафтов настолько много. И урон, который они наносят, очень большой. Да, то есть там, по сути, не так сильно прокачаны ребята, но урон они наносят, ну колоссально большой. Просто колоссально большой. Офига себе, у Вадимчика на Ефрейторе есть ДАшки. Богатый. Богатый. У меня, кстати, уже Уоррент Офицер. И совсем скоро я уже буду запикивать совбои, в которых не будет кристаллов, а будут уже расходники. Я считаю, что припасы мне будут намного-намного полезнее, чем эти десяточки. Хотя десятка тоже, с одной стороны, неплохая вещь. Так, 23 на 1. Может быть попробуем здесь в этой катке на УП сыграть и сделать какую-нибудь там 50-ку условно. Я думаю, что это для контента было бы очень круто. Давайте как минимум попробуем. Как минимум попробуем. Для названия было бы вообще шикарно. То есть у меня тут такая УПшечка была четкая. Так, овердрайв у меня появился. Прожимаю. Может быть не совсем грамотный, потому что у меня было фулл ХП. Если я уж хочу сыграть. На УПшечку. Но совсем скоро должен падать овердрайвов сверху. И я надеюсь, что я его тоже заберу. Я его заберу. Так, мины хавают. Еще килл. Шикарно. Но дистанционка здесь, конечно, шикарно себя показывает. Все получается идеально. И не забываем про то, что мне надо набить практически 90 киллов. Практически 90 киллов. Чтобы выполнить недельную заданку. Поэтому хорошо было бы, если бы я в этой катке сумел бы набить... Сколько получается? Ну, где-то примерно 50 киллов за этот бой. Если 50 киллов за этот бой я дал бы. Было бы супер. Так, ладно. Я не буду пока прожимать овердрайв. Как бы не хотел бы мой тиммейт. У меня просто есть сейчас все. Да. И мы попытаемся засейвить. Надеюсь, что он не сильно разозлится по этому поводу. Все-таки я хочу сохранить свое УП. Еще целых 30 киллов до конца боя. Также, когда я запикивался в эту катку, мы проигрывали. Вот этот Хантер, кстати, меня и слил. Поэтому было бы неплохо от него откатиться. По максимуму, чтобы он меня больше так не сумел застопить. Так, по мамонту хорошую сводочку даем. И вот сейчас, кстати, можно будет овердрайв прожать на Ресика, который мне раздавал овердрайв. Молодец. На штаб-сержанте отлично понимает, что нужно делать ему на карте. Радуют меня такие игроки. Даже на таком маленьком звании человек знает все, что ему нужно делать на своем корпусе. Он знает, как работает этот его овердрайв. Он знает, что он может этим овердрайвом меня подсаппортить. Может дать мне ХП. И вот сейчас я думаю, что когда он увидит, что у меня не будет большого количества здоровья, он должен прожать овер. Правильно? Я бы на его месте уже бы это сделал. Только я не успел дотянуться. У меня нет аптечки. Нет, нет аптечки, нет большого количества здоровья. Поэтому давайте, я думаю, что сыграем чуть по сейвовее. Чуть поаккуратней. Вот здесь вот будет шикарная позиция. Как раз смока меня не будет доставать. А здесь за счет дистанционочки я смогу наносить урончик. Аптека появляется. Забираем еще одного за счет критического урона. Шикарно. Ну и здесь по Васпику еще было бы неплохо урон нанести. Дашка у меня уходит на КД. Прожимаем овердрайв, чтобы с крита сразу же слить Хантера. Хантера я думаю, что уничтожаем. И Мамонта, к сожалению, я не добил. Опа, овердрайв падает по центру. Надеюсь, что это мой овердрайв. Васпик вражеский ставит бомбу, но он этой бомбой до меня не дотянет. Арез хотел у меня украсть овердрайв. Я не знаю, зачем он это делал. Но это было максимально глупое и неправильное решение в его исполнении. Потому что намного полезнее брать этот овердрайв именно мне. 3 килла остается до конца. И похоже, эта каточка уже окончательно будет с хорошим УП. Так, я теперь не могу попасть. 1 килл. 1 килл вот этого Хантера наслить. Даже я его не успеваю уничтожить. Сколько у нас киллов? 3400 заработал я опыта. При том, что сегодня у нас уже не повышенные фонды и не повышенный опыт. То есть, это я бы 6000 бы заработал. 43 килла. 43 килла. Очень хорошо. Хотел 50-ку, конечно, дать. До 50-ки не дотянулись. Далее жмем. Жмем далее. Запикаемся сейчас еще одну ТДМ. Еще 100 кристаллов целых. Зафармил я. Также можно будет следить за витриной. Возможно, на ней появится в дальнейшем тоже какое-то интересное вооружение со скидкой. Я имею ввиду вооружение со страйкером. Которое будет даже выгодно приобрести, будучи имея даже эту пушку. Еще один песок. Хороший песок. Против есть воронтофицер. Я так понимаю, вот это и есть он. К слову, кстати, у нас появилась уже краска в гараже. Я забыл ее одеть. Я уже по челленджу дошел до супер красочки. Давайте попробуем эту катку тоже на УП сыграть. Не знаю, получится или не получится. Но, по крайней мере, просто попытаться. Если вдруг потом пойдет, то будет круто, если мы сделаем хорошее УП в бою. Да? Ой, этот молодой человек опять запикался на рейсике за меня. Я так понимаю, что он со мной здоровается. Так, ждем. Когда будет падать овердрайв сверху? Его бы проконтролились. Было бы вообще шикарно. Есть овердрайв у меня уже. Но нет ни одного тиммейта, который подъехал бы. Может... А, вон там вот едет. Едет мой друг. Едет мой друг, едет мой друг. Прожимаю. Заберу или не заберу? Нет, меня уничтожают. Да, здесь скорее всего не получится поиграть на УП. Довольно тяжелая будет катка, потому что здесь будет наносить хорошее количество урона. Но ладно, не получится или не получится. Главное мне дать за этот бой около 50 килов. Если я 50 килов даю, то тогда мы полноценно за две катки выполняем все те заданки, на которые я сегодня уже свой глаз положил и хочу выполнить. Так, Вика Фриз здесь с приварочкой красивый. По вас по рельсочке можно туда вправо накинуть. Хороший урончик. Ваншот не залетает. Аптечку еще жмет. Нифига себе, он богатый. Аптеки прожимает. У меня, кстати, 450 аптек уже. Я тоже своего рода богач. Так, и давайте попробуем слетить этого мамонта. Да, есть, уничтожаем. Я думаю, что в одном из следующих видосов мы обязательно посетим режим джаггернаута. Да, но я больше хотел бы посетить его только в том случае, если у меня будет заданка. Но я думаю, что уже по идее заданки должны будут появляться в этом режимчике. И там тоже посмотрим, как можно будет формить кристаллы. Я уже давным-давно не играл на таких званиях в джаггере. Раньше там была очень жесткая формилка. Поэтому надо будет посмотреть, как дела обстоят с этим режимом на данный период времени. Но для этого надо еще, конечно же, и заданку получить. И по чуть-чуть, по чуть-чуть подкачаться. Так, прошло у нас всего лишь 3 минуты. И мы ведем 20 на 11. Хороший счет для команды. Прожимаю овердрайв. Совсем скоро должен падать овердрайв сверху. Здесь 2 уничтожения делаем. Первый овердрайв, к слову, я не забрал. Второй, я думаю, что сейчас мы без проблем заберем. И я еще до сих пор могу сохранить свою УПшку. До сих пор могу сохранить УПшку, потому что тот самый арес уже вышел с карты. Тот самый жесткий арес, который был Мамонту, аптеку мы сбиваем. Мамонт прожимает овердрайв, чтобы получить ту самую аптечку. Хочет что-то сделать, хочет тушануть. Прожимаем овер, чтобы сразу с крита уничтожить одного. Уничтожить второго. И вот шафт начинает мне наносить урон. Почти ваншотнул мне шафт. Почти ваншотнул. Но пока по киллам все идет вообще очень хорошо. И я, главное, иду на эту 50-ку. Не знаю, почему не прошел урон, хотя казалось, что я над танком стрельнул. Так, шафт не целится, да? Хорошо. Совсем скоро будет у меня уже овердрайв. И потом будет овердрайв, который будет падать сверху. Ого! Ничего себе! Мой тиммейт берет Изиду. Круто. Миночку хаваем, молодой. Аптечка лежит. Заберем ее. Контроль дропа здесь очень важен на таких званиях. Слово, был еще один комментарий о том, чтобы я какие-то советы раздавал в этих видеороликах. Да, я тоже обдумаю этот момент, какие советы вообще могу выдавать. Но, исходя из своего вот этого личного вооружения, да, и того, что ребята многие не обращают внимания на оверы. Оверы. Если вы являетесь новичком игры, вы смотрите мои видеоролики, вам они как бы нравятся, либо вы их там с точки зрения какого-то обучения смотрите, то обязательно, друзья, всегда обращайте внимание на овердрайв. Если вы, например, даже вы играете не на диктаторе, а на каком-то другом любом корпусе, это возможность, за счет которой вы всегда можете дополнительно зарабатывать очки. А если вы можете заработать очки, значит вы зарабатываете также и опыт, и зарабатываете кристаллы. Поэтому всегда следите за своим овердрайвом. Будете больше их прожимать, будете больше зарабатывать. И будет намного меньше в дальнейшем проблем у вас с тем, что вы будете говорить, что типа, ай, блин, я не могу заработать кристаллы, ай, блин, у меня плохое вооружение, только донатеры могут нагибать. Все можно делать без донат. Главное, делайте все свои движения грамотно и качественно. Так, у нас пока что все получается. И это может быть, к слову, вторая катка с УП больше 40. Ну, уже у меня 40 есть, но эта 40 может еще как бы испортиться. Так, зачем Орес перекрывает? Вот так как Орес играет, иногда лучше не играть, что он мешает и дает мне наносить тот самый замечательный урон. Так, здесь мы диктаторы, я думаю, что сольем. Да. Ну, должны, по идее, сливать. Да, шикарно. Четыре выстрела пришлось по нему выдать, но влагом мы его слили. Так, там вот за контейнером никак у меня по харьку не летит. Раньше времени нажимаю на спусковой крючок. Так, и вот здесь вот еще можно кинуть. Да, до 50 килов мы точно в этой катке дотянемся. Это будет очень хорошая каточка с 50-кой. И остается 30 килов до конца. То есть мы вообще можем здесь где-то около, наверное, 60 дать плюс-минус. Пробуем. Пробуем выдать 60-ку. Какие-то катки на УП у нас сегодня. Чисто каточки на УП-шку. Круто. Рекольно. Прожимаю овердрайв тиммейту. Даже двум. Думал, что я до Ариеса не дотяну. Думал, только до Диктатора дотяну. Здесь Диктатор стоит АФК. Плюс ВАСП. С Плэшом. Отлично. Двух оппонентов уничтожаем сразу. 51 килл уже есть. Остается 23 килла до конца боя. Здесь где-то, значит, опять до 60 киллов мы сможем, наверное, дотянуться. Но это я так чисто пока что предполагаю. И видите, я успеваю почти два овердрайва зафармить за свой один овер. Это тоже очень значимая вещь. Видите, насколько много расходки я экономлю за счет Диктатора. Суперэкономия получается. Просто великолепная. Так, ну еще можно вот здесь кристаллы собрать. Кристалл лишний не будет. Овердрайв, конечно, копится за счет того, что я большое количество киллов даю. Это тоже нужно не забывать. Если бы я такое большое количество киллов не давал, то овердрайв у меня так быстро не копился. Ну и плюс я каждый овердрайв стараюсь забрать в центр. Этим хорош песок. Шикарен даже, я бы сказал. Не то, что хорош, шикарен. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, походу, похороночка. Меня хоронят, ребяточки. Изида, 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 изида. Сейви, 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 братик. Хорош. Он меня сейчас сейванул. Жизнь. Еще может быть сейванешь, братик. Сейвани, сейвани, дай хп. Дай хп, братишка, дай хп, дай хп, дай хп. Спасибо. Братанчик. Молодец. Хорошая работа. Я ему сейчас овердрайва не дал, но я доживу до него. Прожму ему с респа овердрайв. Надеюсь, где он есть. Да, вот он есть. Диктатор очень хочет мне испортить УП. Но не получится у него. Не в этот раз, как говорится. 5 килов до конца. 61 килов есть у меня. Еще тиммейт. Тут что-то как-то хочет мне подпоганить. Вот помешать. Так. И осталось 3 килова. Давайте еще вот этого уничтожим. Нет, не успеваю. Может быть вот этого диктатора, который хотел меня слить, мы уничтожим. Без аптечки. Всю расходку прожимает молодой ради того, чтобы меня слить. Но не получилось. Не сегодня, братик. Не сегодня. Шикарнейший бой. Шикарнейший бой. 4,5 тысячи кристаллов. К сожалению, мы не получаем новую звонку. Но я уверен, что я бы ее получил бы, если бы у нас сегодня были бы повышенные фонды. Но повышенных фондов нет. 62 килла. 1600 крисов. По сути, мы, наверное, выполняем все, что я хотел. И новый бой, если мы будем пикать, то это будет, наверное, очень и очень долго. Остается нам 2800. По сути, наверное, одна катка нам остается до новой звонки. Смотрим сейчас, выполнил ли я все задания, которые я хотел. Если я все выполнил, то тогда я смело смогу сказать, что сегодняшний видос и сегодняшние задачи на него полноценно выполнены. Забираем здесь контейнер. Также нужно забрать еще контейнер здесь с недельных. С недельных мы тоже контейнер забираем. У нас становится 15 уровень челленджа. Также мы одеваем красочку, на которой я и в дальнейшем буду играть, как я и говорил. Это краска хохлома, которая у нас появлялась в челлендже. Раньше это была такая красочка, на которой любили играть все рельсоводы. Все, ну можно так сказать, своего рода нагибаторы. Да, ну и пусть у меня на этом аккаунте тоже будет она, как краска, на которой мы будем идти до легенды. Мне она раньше тоже нравилась. Я, конечно, на ней особо много не катал, потому что были всякие другие краски. Но, так как это у нас аккаунт без доната, от новобранца до легенды, на страйкерочке, то я думаю, что здесь эта краска будет очень значимая. Ну и ко всему прочему, у меня уже почти 1000 звезд есть. Не забываем, что наша цель это 49 уровень челленджа. Чтобы получить соточку танкоинов, получаю эту соточку танкоинов, мы сразу же себе открываем второй слот. И с этого второго слота я, конечно же, сходу беру себе резист от шафта, которые, ну просто кошмарят матчмейки на данный период времени. Мне безумно тяжело против них играть. И я уже даже не знаю, что мне делать. Надеюсь, что этот резист меня будет спасать. И резист у нас, к слову, уже тоже по прокачке МК-3. Нужно будет посмотреть, с какого звания МК-4 будет открываться. Но я думаю, что там ближе, наверное, к концу воррент офицеров. Все это дело будет. Как-то так, друзья, как-то так. Не забывайте поддерживать видос лайком. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще этого не сделали. Ну и каждая десятка лайков все те же по одному контейнеру. Если вдруг, а скорее всего такая ситуация произойдет, что будет у нас прожато, например, больше лайков, чем было открыто контейнеров, и это недостача будет, то в дальнейшем мы будем стараться откуда-то брать эти контейнеры на новые серии и в дальнейшем их открывать. Возможно, появится какая-то сумма, которую я буду должен открыть, и мы будем идти, идти, идти дальше, 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 дальше. И в дальнейшем, я думаю, что мы эту всю сумму сумеем погасить. Поэтому поддерживайте видос лайком. Мне безумно нравится видеть большое количество лайков, большую активность с вашей стороны. И повторюсь, это один из немногих аккаунтов, который мне, ну прям с кайфом, ну прям с кайфом. Нравится прокачивать, нравится рассказывать вам все эти дела. Я давным-давно думал об этом, и наконец-таки все это дело реализовывается, и у нас получается идти вместе с вами уже почти второй уровень ТОфицер. Хорошая работа. Поэтому ожидайте, я думаю, что как только этот видос выйдет, возможно там завтра, да, как вы меня увидели сейчас, завтра уже будет стрим по этому акку. Давайте, друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте все эти вещи, которые я уже сказал. Подписочка на канал, тоже очень важная вещь. Всем удачи и всем пока.